Всем привет, друзья! С вами Акрош. Уже 2 месяца не было этой рубрики на канале, а биографии зомби уже не было около 5 месяцев, так что надо всё возобновлять. Сегодня у нас биография зомби, так как напомню, что они чередуются между растениями и мертвяками. Так вот, в этом видео мы узнаем о зомби-футболисте, узнаем в каких играх он появлялся, разберём описание зомби и его способности в разных играх. Ну а выберите что-нибудь вкусное и всем приятного просмотра! Зомби Начнём с того, что зомби основан на американском футболе, игроки которого носили вот такие футбольные доспехи. Впервые зомби появился в первой части растения зомби. Он имел 1670 жизней, быструю скорость и стоимость в мини-игре, и о зомби составляло 150 мозгов. Футбольный зомби, именно так его зовут в первой части этой вселенной, разблокировывается в альманахе и появляется в игре на шестом уровне локации ночь. Описание. Футбольный зомби выкладывается на 110%, когда находится на поле. Он командный игрок, который работает как в атаке, так и в защите. Он понятия не имеет, что такое футбол. К описанию мы вернёмся позже, а мы переходим к способностям этого персонажа. Ему не дано каких-то суперинтересных способностей, потому он просто бежит в сторону растений и имеет много хп в своём запасе. Его защищает шлем, после уничтожения которого зомби становится слабее. Также в разных мадах его забои можно встретить улучшенную версию этого зомби, под названием гигафутбольный зомби. Он имеет хп равный гаргантео, что делает его сильным соперником. А в китайской версии Planser to Zombies есть аналог Marshall Zombie, который имеет такие же способности, как у оригинала. Позже зомби появился в растении против зомби-приключений и имел точно такие же способности, как и у зомби-звезды в первой части. Поэтому переходим ко второй части растений и зомби. В Planser to Zombies 2 этому зомби сильно поменяли способности. При появлении он быстро бежит к растениям, уничтожая первое на своей линии. После этого он будет функционировать как обычный зомби. Он может пинать бесят суперфанатов ближе к дому, которые самоуничтожаются с небольшим шансом могут уничтожить растения. Но в этой игре у него отняли 570 жизней, что компенсируется тем, что магнитогрипп не может забрать его шлем, а также он имеет сильные способности, хоть и одноразовые. Перейдем к шутерам растений и зомби. В первой части Садовой войны этот персонаж становится одним из главных шутеров, где вы можете управлять им сами. Он отличается от других зомби большим количеством ХП, бесконечными боеприпасами и умением оружия перегреваться. У All-Star есть три уникальные способности, как и у других персонажей. Первая способность – Бесёнок Фанат. Запустите взрывного бесёнка, который нанесёт 150 иници урона на близком расстоянии. Вторая способность – All-Star делает рывок вперёд, который наносит урон и отталкивает растений назад. Третья способность – с помощью неё он ставит щит-чучело, за которым можно стоять, и он принят на себя большое количество урона. Также в игре есть гигафутбольный зомби, который атакует растений только рывком, второй способностью All-Star. Он появляется в садовых операциях и имеет разное количество жизней в зависимости от сложности режима. На лёгкой сложности он имеет 120 жизней, на нормальной сложности – 160, на сложной – 200 и на безумии он имеет 240 жизней. В третьей части шутера, а именно в растении против зомби Битвы за Нибервель, он имеет класс защиты, а в остальном он остаётся таким же, за исключением способности на щит, которая теперь создаёт защитный купол, который прикрывает этот атак, и сам зомби All-Star претерпел немного изменений, поэтому он стал более широкоплечим. В растениях против зомби Героя этот персонаж является супер редкой картой, и принадлежит классу крепких, имеет 4 единицы урона с безумием и 6 единиц ХП плюс броню, стоит 5 мозгов. В третьей части растений зомби этот персонаж логичен футболисту и второй части, и в его характеристиках говорится, что он бронированная, быстрая и сокрушимая угроза. На этом небольшое видео подходит к концу, так как почти во всех играх его способности схожи, и я не стал упоминать их ещё в этом видео. Пишите, что вы знаете интересного об этом персонаже, всем спасибо за просмотр, с вами была Крош, до скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!